Всем привет! Знаете, что я решила? Наверное, я буду снимать такие ролики, ответы на ваши вопросы. В каком плане ответы? Мы же много с вами обсуждали в трансляции, в комментариях, разговаривали на разные темы, но есть вопросы, в которых я не разбираюсь. И я зрителям отвечаю, я этого не знаю. Но я что подумала? Если этого не знаю я, я же могу пообщаться с людьми, которые знают, и предоставить вам эту нужную информацию. Может быть, вы будете оставлять вопросы под видео, а я буду на них отвечать. Вот, допустим, мне часто задают вопрос про равномерку. Как вам равномерка? Понравилось вышивать, не понравилось? Или, например, вы вышиваете на линде 27-ой, а какой состав у нее, хлопок или вискоза, а какой каунт соответствует линде 27-ой. Допустим, я на линде вышиваю, я уже знаю, а на других равномерках я не вышиваю. Я поехала к Оле в магазин и все у нее расспросила, сняла видео, и многие зрители нашли ответы на интересующие их вопросы. Я, наверное, так и буду делать. В общем, один вопрос, который меня всегда интересовал, чем отличается металлик от креника. Когда-то давным-давно был тег, и там был такой вопрос. И я отвечала на этот тег, и я сказала, я не знаю, чем они отличаются, и вообще я их не отличу. И вы знаете, что интересно? Я уже столько времени вышиваю, но я реально не знаю, чем отличается креник от металлика. Мне ужасно за это стыдно, и поэтому, когда я была у Оли в магазине, я ее об этом спросила. Это что? На свет. Вот это что такое красивое? Там все темно. Это креник. Вот. Я, кстати, металлик от креника не отличаю. А есть отличия, нет? Ну, понимаешь, как металлик, это и это тоже металлик. Это просто производитель креник, и я сейчас тебе покажу ДМС. Я когда только начинала вышивать, и там был такой вопрос где-то в теге. Вы отличаете металлик от креника? А я в глаза его никогда не видела. Ну, вот смотри, вот это вот металлик ДМС. Да, такой у меня есть. Ну, он тоже разных цветов бывает. Ну, не такая большая палитра, но все-таки, да, как бы вот такой цвет есть. Кстати, их иногда используют для замены креника, для ангела любви. Это идет металлик. Вот он так же, как и любое другое, любое другое мулине в 6 ниток. Вот видишь, они вот расслаиваются, да? Ну, это я знаю. А креник, он идет вот как одна нить есть, да, так она и идет. Вот это удобнее, наверное. Вот она просто, каждая катушка отличается толщиной. А эти и перематывать потом неудобно. Ну, они, да, и ее начинают крошиться. Хотя и креник, он расщеперивается на конце. Ну, вот я снимала видео по ангелу любви, когда я узелочек завязывала. Вот смотри, вот это самое тонкое. Видишь, какая она прям вообще вот как люрекс. Тонюсенькая, вот на пальцем твоем видно сейчас вот толщину, да? Сейчас на ладошку положу, вот смотри. Видишь, тоненькая. Вот ее используют с добавлением к мулине. Вот эта нить уже можно ей одной вышивать. Это номер 4. Есть еще потолще номер 8. Так, нет, это кейбл идет, это как проволока, да, как бы называется. Вот она, видишь, толстенькая какая. Так, сейчас восьмерочку. Четверка. Вот восьмерка. Вот она прям такая тоже толстенькая, она с кейбл похожа. Ниточка. Она тоже вышивается, ей отдельно вышивают. То есть она уже не соединяется с мулиной. Потому что она, ну, толстая получится. Вот эти вот люминесцентные светятся в темноте. Кстати, часто вопрос задавали, вот эти нитки светящиеся, вредные или не вредные. Я читала в интернете, у них состав абсолютно безвредный. Вот, многие боятся, их смущает, потому что фосфор, он же вроде как вредный. Здесь не фосфор используется, здесь другой материал, да, другой состав. Он абсолютно безвреден. А вообще я сейчас покажу тебе еще палитры, какая вообще огромная палитра у производителя, у крейника цветов. Вот, металлизированный. Вот это вот палитра производителя крейник. Вот они, видишь, металлик в строят колокад, оно называется. И здесь вот единственное, что не очень удобно, они вот на первой планшетке показывают толщины, какие есть, ну, толщина, да, и состав. Вот здесь, например, high last, оно написано, да, это повышенный яркий, ну, более, самый блестящий цвет такой. Вот, glow in the dark, это светящиеся в темноте. И вот они разделены здесь сначала по своим номерам и качеству, да, как бы, а здесь они уже идут по оттенкам. Как вот палитра ДМС, она тоже по оттенкам собрана, да, и потом прилагается лист, где искать этот цвет. Так же и здесь. И иногда путаешься, когда ищешь номер, да, чтобы вот такой заказать к схеме. Вот здесь вот не всегда можно найти, много времени требуется на это. Да, большая палитра. Да, вот смотри. Металлика вроде, вроде золото и золото, да, а после него вот какой оттенок. Также зеленые две палетки, да, зеленые, переходящие уже в бирюзу, и потом вот идут в синие-голубые оттенки, сиреневые. Смотри, вот какое плетение интересное, вот у нитки, не знаю, камера возьмет, нет, перламутр. Надеюсь. Ну, он прям, да, он жемчужный называется, вот этот вот, видишь, про это написано. Вот серые, да, оттенки тоже, какая большая палитра. Смотри, вот здесь насколько тоненькие ниточки прям. Вот смотри, какая нитка с перламутром, видишь, как играет. Интересно, вот я тебе Кейвелл показывала, вот у меня золото есть в наличии. И вот смотри, какие интересные, вот такие даже ниточки они выпускают. Махнатики. Да, махнатики такие. Ну, вот это для украшения, наверное, какие-то вот, и елочные игрушки интересные, да, сделать. Или украшения какие-то вот. В общем, вот смотри, таишь, какая нитка с переходами интересные. Ну, такая вот, вот такое разнообразие цветов, то есть у меня это минимум представлено. Ну, под заказ ты тоже работаешь. Да, да, под заказ. Можно заказать, просто подождать, и ты привезешь все, что есть. Я еще приеду домой и покажу вам, что я купила. В прошлый раз я покупила, в прошлый раз, когда у тебя была скидка на день вышивальщи 35%. Я ведь еще зрителям не показала, как это ты еще не успела. Не успела. Прям сомневаюсь. Не успела. Когда тут успеешь, пока все пересмотришь. Я еще не успела Мурану выучить, ты уже беломерку привезла. У меня столько информации не укладывается. Я обещаю, что сейчас я приеду и в этом видео в конце вам покажу, что я купила. Тем зрителям, которые пришли от меня, предоставляется скидка 5% на весь товар. Например, не важно, пришли вы в магазин, либо вы делаете заказ в интернет-магазине, либо пишете в группе ВКонтакте. Вам нужно написать, что вы от Инессы. Все, и тогда вы получаете скидку. Скидка действует до 1 января 2019 года. Ну, а сейчас я покажу, что я купила у Оли, когда на день вышивальщицы была скидка 35%. Я же не могу уйти без покупок с такой скидкой. Ну, и, в общем, у нас была встреча. Я там мельком показала и обещала показать поподробнее, что я купила. Это мне подарили открыточку. Я собираю вот такие открыточки со схемками. Кстати, классненькая схемка. Очень такая яркая, насыщенная. Есть простенькие схемки, а здесь все-таки она более-менее такая интересная. Был розыгрыш. Я в конце этого видео оставлю вам ссылочки на встречу рукодельниц, которая проходила в Оренбурге, и на обзор магазина, где мы с Олей говорили о равномерке. Вот я как раз купила у Оли два кусочка равномерки. Это Линда 27 и Лугана 25. Я все хочу попробовать шовчики. На Линде шовчики получаются крупные. На Лугане они более получаются миниатюрные. Но мне сложно вышивать. Я пока не обещаю, смогу я или не смогу вышить. Ну, в общем, вот такие два кусочка я купила. Еще помните, у меня есть работа, вышивается на Лугане 25. Я испортила эту работу. Начала вышивать через две ниточки переплетения, так как я вышивала на Линде. И фактически работу испортила. Я хочу подобрать нитки из тех, что у меня есть дома, и вышить вот на этой Лугане этот сюжет еще раз. И как раз здесь у меня должно сбоку немножечко остаться. Может быть, попробую без корнюшку в технике шовчики. Но, опять же, это такие далекие планы. Я не говорю, что это прямо сейчас я буду делать. На носу у нас Новый год. Мне нужно завершить новогодние процессы. Вот, и вот еще у меня еще вот такой вот кусочек 35 на 50. И тот, и этот. Это равномерка Линда 27 каунта. Девочки часто спрашивают про каунты канвы, и какая равномерка соответствует какому каунту. Вот как раз в этом ролике, где я была в магазине, Оля все подробно объясняла. И состав объясняла, какой равномерок, и какому каунту соответствует. В общем, в конце видео будут ссылочки. Кто смотрит на YouTube ролики, то у вас в конце видео они будут в рекомендации. Так, дальше Оля делала розыгрыш. И я выиграла вот такую вот классную штуку. Это для вышивки бисером. Сюда нужно насыпать бисер и вышивать. У меня не было такой штучки. Но теперь у меня есть. Что интересно, когда мы шли на эту встречу, мама сказала, мама тоже со мной была на этой встрече, и говорит, я решила там что-то мастерить, и мне нужны маленькие кусочки канвы. Дай мне канву. Я говорю, ладно, придем домой, я тебе дам канву. И как раз на этой встрече мама выиграла вот эту вот штучку, а я выиграла канву. И мама говорит, а что мне вот с этим делать? Мне, говорит, нужна канва. Я говорю, а у меня канвы дома много, а вот этой у меня нет. Ну и мы с мамой махнулись, не глядя. Вот, в общем, мама ушла домой с канвой, а я пошла домой вот с таким органайзером от ДубКон. Органайзер для бисера на 5 цветов. Ну, в принципе, в одну ячейку можно несколько цветов. У меня есть бабочки от фирмы Вдохновение. Я планирую, когда буду вышивать бабочек, и буду использовать вот этот органайзер. А если честно, я использую все, что попало для вышивки бисером. Но, когда снимаю видео, хочется, чтобы это все выглядело красиво. Поэтому, когда я вам буду снимать процессы, или буду показывать какие-то продвижения по процессам, то вот так красиво будет выглядеть моя вышивка. Далее. Далее вот такие маленькие наборчики. Отжар птицы. У меня с ними случилась любовь. У меня часто любовь случается с какими-нибудь вышивальными наборами. Ну, а теперь на пластиковой конве. Мне понравилось вышивать. И я хочу разбавлять свои большие процессы вот такими маленькими. Я хотела собрать коллекцию игрушек елочных. И вот такая красивая игрушка появилась в моей коллекции. Единорог от фирмы Жар Птица. Это двухсторонние игрушки. Пока я только вышила первую шарик у меня. Еще я его не сшила. Но между собой две детальки нужно сшить. Но ничего страшного. Сошью. Самое главное, что теперь у меня есть вот такие наборы. Еще есть такой большой скидкой. Ну, в общем, классно. Я покупкой очень довольна. И вот такие снеговички. Ну, можно было бы взять одного снеговичка. Но как же можно взять девочку и не взять мальчика? Ей же скучно будет. Правильно, одной. Чего же она бедная? И так весной растает. У нее жизнь такая тяжелая. Еще и зиму проживет одна. Ну, пусть она хотя бы со своим снеговичком. Вот так вот парочка. Вот такая вот парочка. Такие веселые снеговички теперь есть в моей коллекции. Вот такой наборчик. У меня есть готовая работа. Есть готовая работа от Марии Скусницы. Вот из этой серии. В этой серии две картины. Вот такой совенок. Когда я первую вышивала, я думала, что, ну, вышью один детский сюжет и хватит. Но мне так понравился этот совенок, что следом мне захотелось приобрести второго. И он у Оли в магазине был, ждал меня. Вот так сидел, такой грустненький. И ждал, ну, когда же наконец-то я его заберу. Ну, и все. Я его решила усыновить. И теперь этот совенок, вот этот несчастный, бедненький, который, видите, спал на дереве. Вон у него там подушечка. Теперь он будет жить у меня в моей коллекции. Вместе с моими многочисленными наборами. Будет лежать в тепле и уюте. Ну, и дальше. Следующий набор. Это всем известный набор. Светочей моих. Так, у меня из этой серии от фирмы Чудесная игла только один набор. Я не планировала покупать всю серию. Из этой серии, я думала, приобрету один наборчик. Одну только красавицу. И больше не буду покупать. Но когда я увидела скидку 35%, и вот этот набор стоил, ну, где-то примерно 600 рублей. Сейчас точно уже не скажу, но я так подумала, ну, посмотрите, девочки, мальчики. Ну, согласитесь со мной, что здесь золото бриллиантов и изумрудов гораздо больше, чем на 600 рублей. Ну, как я вот такую гору драгоценных камней не куплю за 600 рублей? Я же ведь как сорока. Если увижу какие-то блестящие предметы, да тем более еще по недорогой цене, ну, все, меня просто перекрывает, и мне это нужно. Вот это все мне очень-очень нужно. Посмотрите, какая красота. Мне самой смешно. Ну, вот, люблю, девочки. Ну, посмотрите, какого размера. Вот это камень, да, вот. Это же такой огроменный изумруд. Какие 600 рублей? За этот набор можно отдать гораздо больше. Вот, смотрите, у нее шапка, да, челма, как красиво. Видите, как это все переливается, это все бисером расшивается. Ой, девочки, я представляю. И вот эти серги. Красота. На ютюбе уже многие этот наборчик вышивали, а я нет, не вышивала. Ну, в общем, почему-то я русских красавиц из этой серии не приобрела, а вот восточная красавица уже вторая у меня. Ну, я думаю, когда они будут висеть рядом, это будет логично. Тем более, что я Тимуру навышивала. Мечеть. Сейчас Аллах вышиваю. Рука Фатимы. Ну, в общем, на мусульманскую тематику у меня есть картины. Они будут висеть где-то в одном углу, и там будут висеть вот такие две красавицы. Бриллиант души моей будет висеть, и рядом будет висеть свет очей моих. Ой, ну все, мне кажется, это будет красота неописуемая. Ну, вот так вот, девочки, мальчики. Вот такие шикарные у меня покупочки в магазине «Радуга вышивки». Проходите по ссылочке. Ссылки все есть в описании, в инфобоксе. Открывайте, смотрите, выбирайте. Товар разный, очень много всего. И, что самое главное, Оля предоставляет услугу по нарезке ниток ДМС к авторским схемам. Кто подписан на мою страницу ВКонтакте, ссылочку я оставлю под видео на мою страницу, можно подписаться. Я делаю репосты. Если в магазине «Радуга вышивки» какие-то акции, то я делаю репост на свою страницу. Но также вы можете подписаться на группу интернет-магазина «Радуга вышивки». Оля постоянно придумывает какие-то акции, совместные проекты, конкурсы, розыгрыши. Ну, в общем, много чего интересного. Также Оля устраивает встречи в Оренбурге. Кстати, кто оренбургские девочки, пишите. У меня на канале есть эти встречи. На этом я с вами прощаюсь. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока.